Всем привет и добро пожаловать в новое видео! Меня зовут Ирина и сейчас я пью кофе. Сегодня у меня выходной день и я планирую заняться организацией, порядками. У меня прям много идей в голове, что можно поменять. Наконец-то я хочу заняться ванной комнатой, потому что там я делаю периодически уборку, но не так, что прям в генеральном. Есть моменты, которые мне хочется изменить. Если вы хотите заряд мотивации, то вы попали на нужное видео. Заваривайте чайок и оставайтесь вместе со мной. Кстати, меня давно не было на канале. Я благодарю всех тех, кто смог выдержать такую же долгую паузу вместе со мной, когда я была полностью демотивирована. Мне ничего не хотелось сделать. Мне даже в YouTube не хотелось включать, чтобы смотреть других людей. Вот настолько, что вообще я этот значок даже видеть не хотела. Сейчас снова хочется всех смотреть. Так интересно стало. Снимать идеи в голове появляются какие-то. Насколько работа и усталость может повлиять на человека. И сегодня у меня самый обыкновенный завтрак. Ничего необычного. То, что было в холодильнике. Яйцо, картошка. Не всегда завтраки получаются красивыми, как оказывается. Так, я сейчас пью кофеечек. И мой завтрак заканчивается. Я уже позавтракала. И сейчас приступлю ко всем своим запланированным делишечкам. И тут под руку попалось. Я вспомнила вот магнезиум. Сейчас пью магнезиум, потому что после долгой паузы отсутствие физической активности. Отпуск был почти месяц. И спортом я уже месяца 2-3 не занималась. А сейчас все и сразу. У меня ужасно болят кости, мускулы. Мышцы. Поэтому спасаюсь магнезиума. Посмотрим, как дальше будет. Не забывайте подписываться на мою инстаграм страничку. Здесь я актуально выкладываю свои истории, фотографии, посты. Вот сегодня фоточку выложила. Актуальную. Так что... Так что жду в гости. Забегайте на мою инстаграм страничку. Пишите, что вы из ютуб. И я вам поставлю лайки. Пожалуй, начну сегодня со спальни. Потому что нужно поменять постельное белье. Разобрать вещи, которые здесь валяются. Поэтому поехали. Уборку спальни я всегда начинаю с замены постельного белья. И потом уже перехожу к чистке полов, к вытиранию пыли и так далее. Постельное белье, полотенце и кухонное полотенце я храню в отдельном комоде, который напротив кровати. Это очень практично, когда все хранится в одном месте. Продолжение следует... Я уже вытирала пыль всякими разными способами. И бумагой, и специальным средством для окон. Но последнее время пришла к самому логичному, практичному и экономному решению. Развожу мыльный раствор и протираю преимущественно влажной тряпкой поверхность. И сверху прохожу специальной хлопковой тряпкой. У меня такое как полотенце. И не остаются ни разводы, ни кусочки пыли. Поверхность действительно очень чистая. Таким же способом я сейчас прохожусь даже по зерклам и внутренним поверхностям окон. Продолжение следует... Смотрит. Драдуйте. Удобно вам? Удобно? Кролик. Кролик Люся. Кролик Люся там. Всё. viel Marian. Постельное белье, полотенце и белые вещи я стираю преимущественно всегда на 60 градусов. Больше не решаюсь, потому что сейчас вещи достаточно некачественные и очень быстро портятся. 60 градусов считаю достаточно для того, чтобы отстирать все бактерии. Иногда я даже добавляю антибактериальное средство для стирки. И белые вещи я еще замачиваю, чтобы они были белоснежными в растворе ваниша какое-то время перед стиркой, часа два. И стираю с добавлением голубизны, которая также от ваниш у меня. По выходным мы устраиваем вечера с фильмами, с кино, поэтому часто берем попкорн или чипсы на диван. И, конечно же, остаются крошки, поэтому я дополнительно прохожу пылесосом на диване и под диваном. Несмотря на то, что у меня есть робот-пылесос, который там тоже проедет. Ну что, я уже везде поприбиралась. Позакрывала окна, потому что очень сильная жара. Я закрываю уролады практически во всех комнатах. Немножко оставляю света, чтобы не совсем темно было. Благодаря пылесосу мне теперь не нужно пылесосить или мыть полы вообще, в принципе. Поэтому моя уборка основывается теперь только на вытирании пыли и стирке, такие мелочи. И, конечно же, санузлы помыть. Вот что меня беспокоит уже давно. Никак не доходили руки, вот эти вот черные пятна, потому что здесь чисто, а сюда всегда вскапывает последняя вода. И здесь вот что. Хочу снять и почистить. Ну что, я посмотрела в интернете, как избавиться от вот этого. И там написано, что нужно замочить в воде с лимонной кислотой, которая борется с накипью. Вообще, черной плесенью у меня еще такая штука есть. Я, наверное, ее тоже пройду. Однозначно уже лучше выглядит. И еще у меня появилась идея, я не знаю, насколько она разумная, потому что у меня есть вот такой вот крючок. И он работает на клейкой стороне. Я хочу его повесить в душевую кабину, чтобы ничего не срылить, никакие дырки не делать. Но мне кажется, он долго не продержится. Хотя держать он должен немногое. Мне нужно вот что. Вот на этом крючке висит слишком много всего. И мочалки, и вот эта штука, которая стягивает воду. Вот я хочу ее повесить отдельно. Мне кажется, на этом крючке было бы идеально. Поэтому я выберу более-менее сухое место. Вот так вот. Но я пока, наверное, вешать не буду. Пусть оно сутки поклеится. Там на самом деле одно из самых сухих мест, потому что там я даже особо не вытираю капли. Они до туда не доходят. Поэтому я надеюсь, продержится подольше. И следующее важное дело, которое я хотела сделать, это почистить контейнеры. Потому что они изнутри уже так себе. Вот так вот они выглядят изнутри. Не самый худший вариант. Но все равно там собирается очень много бактерий. И хотелось бы, конечно же, все это почистить. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. И, конечно, сверху обрызгиваю дезинфицирующим средством с обеих сторон. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Добавить молоко. Добавить молоко и яйца. Перемешать венчиком. Важно, чтобы молоко было комнатной температуры, а не из холодильника. Иначе масло замерзнет и тесто перестанет быть однородным. Могут появиться комки. Добавить муку, разрыхлитель, лимонный сок и соль. Тщательно перемешать до однородной массы. И все, тесто готово. Да, они действительно более яичные. Вкусные. Но они еще и хрустят. Неожиданно. Ммм, вкусно. Они не мокрые, как хотелось бы. Более воздушные. Вафли, конечно, получается не такие, как я вот хотела, которые я ищу. Но они такие вкусные, что я пока что уже все съела, которые сделала. Вот две остались. Благодарю всех за просмотр. И до скорых встреч в новом видео. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!